Отличный пример для понимания – это представить себе, что мы нашли планету схожую с нашей Землей, с богатыми запасами ресурсов, с незагрязненной водой, с незараженным воздухом. Затем соберем группу людей и спросим, в чем человек нуждается, без чего он не может жить. И составим список всего перечисленного. Следующий вопрос – может ли данная планета обеспечить нам все это? Если же нет, то придется отталкиваться от того, что планета может обеспечить. Если население слишком велико, то планета не сможет поддерживать нужды этих людей. Следовательно, численность населения нужно вычислять, основываясь на несущей способности этого участка Земли или же всей планеты в целом. Другими словами, на способности производить возобновляемые материалы. Таким образом, мы не можем просто пригласить миллиарды людей жить на новой планете, если планета не может их обеспечить. И когда я говорю, что к решениям надо приходить, значит, что сначала надо выяснить несущую способность планеты, что она способна обеспечить. Уже затем можно начать проектировать города и их расположение так, чтобы они соответствовали несущей способности этой среды. Именно это я имею в виду, когда говорю, мы не принимаем решений, мы приходим к ним. Как определить, какие запасы кислорода должны быть на подводной лодке? Это зависит от количества людей на подлодке. И от того, сколько времени она проведет под водой? Как узнать, сколько пресной воды нужно взять на подлодку? Как определить все нужные запасы продовольствия? Как узнать количество электроэнергии? Зависит от того, какой расход у вашей подлодки. Зная все это, можно снабдить лодку необходимым для ее работы электричеством. Надо установить холодильное оборудование и взять достаточной еды, чтобы кормить команду. Если этого не обеспечить, техника может и будет работать, но не команда. Поэтому надо не принимать решения, а приходить к ним.